Помните, в классном фильме Пола Верховена «Вспомнить все» герой Шварценеггера приходит в салон имплантированных воспоминаний и неожиданно выясняет, что все, что он помнил про собственную жизнь – ложь. Это открытие, разумеется, его ужасно фрустрирует, потому что наши воспоминания – одна из важнейших составляющих, которые формируют нашу личность. И если вдруг оказывается, что все они, ну или хотя бы часть, неправда, мы гарантированно получим глубочайший экзистенциальный кризис. Нам нравится наблюдать за приключениями героя Шварценеггера, потому что ситуация, в которой он оказался, с одной стороны пугает, но с другой – мы совершенно точно уверены, что с нами ничего подобного не случится. Ведь наши-то воспоминания точно настоящие. Правда в том, что это не так. И немалая часть того, что мы помним о себе – ложь. И пускай ее не имплантировала нам в голову злокозненная секретная организация, результат оказывается тем же. Многое из того, что формирует нас, либо заметно отличалось от того, что мы помним, либо даже вообще никогда не происходило. Дальше я расскажу вам, как так получается. И почему, зная, как устроена наша память, можно быть точно уверенным в одном – собственным воспоминаниям доверять нельзя. Для тех, кто первый раз на моем канале, представлюсь. Меня зовут Ирина Якутенко, я биолог и научный журналист. В своих видео я рассказываю о том, как самые различные вещи, события и явления устроены с научной точки зрения. И порой этот взгляд настолько отличается от общепринятого, что в буквальном смысле переворачивает с ног на голову наше представление о привычном. И устройство памяти – как раз такой случай. Наверняка вам кажется странным утверждение, что сам механизм работы памяти набивает наш мозг ложными воспоминаниями. Ведь смысл памяти в том, чтобы хранить информацию о чем-то в неизменном виде. Иначе какой прок от таких воспоминаний? На самом деле все не так просто. Обычно мы представляем память, как такой фотоальбом, где каждое наше воспоминание – это отдельная фотокарточка. Ты один раз сфотографировал что-то, проявил, распечатал фотографию, положил в альбом. И с тех пор всегда, когда ты достаешь этот альбом с полки и открываешь нужную карточку, ты видишь на ней одно и то же. Собственно, то, что было сфотографировано. И многие уверены, что наша память работает точно так же. Вот мы что-то сфотографировали нашим мысленным фотоаппаратом. И каждый раз, когда мы это что-то достаем, оно оказывается тем же самым, что мы сфотографировали. Оно остается неизменным. Ну, разве что немного тускнеет со временем. И это абсолютно неверное представление. Наша память совсем не похожа на фотоаппарат или фотоальбом. И формирование и хранение воспоминаний – многоступенчатый и гибкий процесс, на каждом из этапов которого воспоминания могут меняться. И меняются. Никакие не сыски, никакие не хыхки, а коротко и ясно – фывки. Наверное, все помнят концовку замечательного рассказа Виктора Драгунского «Заколдованная буква». Читать о том, как дети смешно коверкают слова, потому что не выговаривают один или несколько звуков – забавно. Но когда это твой собственный ребенок, и проблемы не проходят сама по себе, впору начать беспокоиться. Для детей, уехавших, этот вопрос особенно актуален. Во-первых, они постоянно находятся в другой языковой среде, и им сложнее научиться произносить сложные русские звуки. А во-вторых, как за рубежом найти специалиста, который поставит произношение? Онлайн-школа логопедии «Новатор» позволяет решить обе эти проблемы, а также проблему вечной загрузки родителей из России, которые часто физически не могут возить детей на очные занятия. Педагоги с высшим профильным образованием и опытом работы смогут заниматься с вашим ребенком в любое удобное вам время, как в будни, так и в выходные. Занятия проходят в игровой форме, в виде анимированных игр и презентаций с яркими персонажами и историями, так что скучно вашему сыну или дочери точно не будет. «Новатор» гарантирует результат. Причем не вообще, а за определенное количество занятий. А если у ребенка не будет прогресса, школа вернет вам деньги. Родители регулярно получают обратную связь и подробные рекомендации, как заниматься с ребенком между уроками, чтобы как можно быстрее поставить проблемные звуки. В удобном личном кабинете вы найдете планы и результаты занятий, отчеты, домашние задания и другую полезную информацию. А также сможете быстро связаться с администраторами. Запишитесь на пробное занятие, узнайте подробности о школе и получите полную диагностику речи вашего ребенка. А если решите заниматься, то по промокоду Ирина вы получите скидку 20% на любой абонемент. Оставляйте заявку прямо сейчас по ссылке в описании. В начале 90-х чрезвычайная изменчивость воспоминаний очень наглядно была продемонстрирована в эксперименте американского психолога и одного из самых авторитетных ученых в области исследования памяти Элизабет Лофтус. В свое время этот эксперимент очень значительно повлиял на развитие наук о памяти. Но что самое важное, когда в прошлом году ученые повторили ту работу 1995 года, результаты оказались теми же. Что, надо признать, не часто случается с громкими опытами прошлых лет. Эксперимент этот известен в научно-популярной литературе под названием Lost in a Mall, то есть потерявшийся в торговом центре. Идея провести его пришла в голову Элизабет Лофтус в самом начале 90-х. Лофтус уже тогда была уверена, что память вовсе не склад неких неизменных кирпичиков воспоминаний, которые мы при необходимости вынимаем и как бы заново осматриваем. Исследовательница полагала, что в силу своей природы наши воспоминания могут быть легко трансформированы. Настолько легко, что мы можем быть уверены, что с нами происходило нечто, чего в принципе не случалось. Чтобы проверить свою гипотезу, Лофтус набрала группу добровольцев, в котором сообщила, что изучает детские воспоминания. Для этого, объяснила им Лофтус, она и ее коллеги сначала поговорили со старшими родственниками испытуемых. Теперь они расскажут добровольцам четыре истории из их детства, якобы чтобы проверить, насколько совпадут детали в рассказе этих людей и их пап и мам. В действительности правдивыми были только три истории. Четвертая же о том, как будучи ребенком, доброволец потерялся в торговом центре, но был спасен незнакомым дедушкой, который помог Полышу воссоединиться с родителями. Четвертая история была придумана. Ученые встречались с добровольцами и беседовали с ними об их прошлом и конкретно об историях от родственников в среднем около трех раз. И по итогу опыта четверть испытуемых уверенно рассказывали о том, как потерялись в детстве в торговом центре, уточняя какие-то подробности. Четверть, Карл. Эксперимент Лофтус моментально стал суперпопулярным. Еще бы, несмотря на то, что выборка участников была совсем небольшой. Такие маленькие выборки всегда создают опасность, что наблюдаемый эффект может быть случайным, а то и вовсе может оказаться результатом манипуляций. Настоящей проверкой всегда служит повтор эксперимента другими группами и желательно с большими выборками. И множество ученых бросились повторять привлекательный опыт по внедрению ложных воспоминаний. И им это удалось. Последнее такое повторение, как я уже сказала, было проведено в 2023 году. Группа, которая повторяла этот опыт, задействовала в пять раз больше добровольцев, а доля уверившихся в том, что в детстве они пережили драматический эпизод, выросла с 25 до 70%. Исследователи из других групп смогли создать у участников множество самых разнообразных ложных автобиографических воспоминаний. Например, о том, как они попали в небольшую аварию на свадьбе у родственников, подвергались нападению злобного животного, жульничали на недавнем тесте, совершали мелкое преступление в подростковом возрасте и даже пили чай с принцем Чарльзом. По итогам разговоров с учеными, эти воспоминания стали для участников реальными. Более того, они припоминали детали событий, которые интервьюеры никогда не упоминали. Когда некоторое время назад я написала короткий пост с рассказом об эксперименте Lost in the Mall, люди в комментариях стали писать, что такого не может быть. И ученые просто неверно трактовали результаты своих исследований. Мол, каждый ребенок в детстве терялся и был потом найден. Ну да, а также совершал преступление, пил чай с принцем Чарльзом и попадал в аварию на свадьбе родственников. Не будем комментировать несостоятельность подобных утверждений. Но нежелание людей признавать, что какие-то из, возможно, очень важных для них воспоминаний могут оказаться неправдой, понятно. Это открытие и правда впечатляет. Особенно, когда понимаешь, что с учеными, которые изучают память, сталкиваются не все, а вот ложные воспоминания, похожие, и есть у каждого из нас. Одним из тех, кто был поражен этой особенностью нашей памяти, стал художник Алаздер Хопвуд. Или Алаздер, я, к сожалению, не знаю, где точно ударение в его имени. Он настолько впечатлился тем, как наш собственный мозг обманывает нас, что создал проект False Memory Archive, то есть архив ложных воспоминаний. Я оставлю ссылку на него в описании, чтобы вы могли зайти и почитать, сколько людей были всю жизнь уверены, что с ними происходили какие-то невероятные или просто яркие события. Но независимое подтверждение выявило, что ничего этого на самом деле не было. Особенно часто такие ложные воспоминания касаются детства. Ученые даже придумали специальный термин, при помощи которого обозначают возникновение ложных воспоминаний о детстве по итогам разговоров с родственниками, просмотров фотографий и так далее. Это называется ретроспективной имплантацией. Ложные воспоминания – не какой-то артефакт или поломка. Это типичное проявление того, как работает наша память. Воспоминания – это не какие-то отдельные сущности в вашем мозгу. Воспоминания – это связи между нейронами. И каждый раз, когда вы вспоминаете что-то, эти связи, нейронные дорожки, так сказать, вновь активируются. Мы, люди, помним очень много разной информации обо всем на свете, гораздо больше, чем другие животные. Такая уникальная вместительность определяется в частности тем, что, формируя нейронную дорожку какого-то воспоминания, мы связываем ее с уже существующими дорожками. Кроме того, мы вовсю используем ассоциации и категоризацию. Если я сейчас скажу слово «вкусный», у вас в голове возникнут образы конфет, картошки фри, бургеров, торта «Наполеон». Ну, кто что любит. Если я скажу Иван Павлов, то вы представите не только человека с пышными, но аккуратно подстриженными бородой и усами, но еще и собак с трубкой в животе и лампочку, которая загорается, вызывая у собак обильное слюноотделение и выделение желудочного сока. Все эти образы хранятся у вас в памяти. И в ответ на характерные триггеры, то есть в данном случае на слова Иван Павлов, мозг немедленно воспроизводит их, хотя вы и не собирались думать о трубках в животе или о лампочках. А если я вам сейчас расскажу, что изначально Иван Павлов пытался использовать для своих знаменитых экспериментов кошек, но вынужден был отказаться от этой затеи, так как кошки очень плохо подвергались дрессировке. Вполне вероятно, что в этом случае в будущем при упоминании Павлова вы будете думать и о кошках. И укрепитесь во мнении, что кошки слабо договороспособны, раз даже великий Павлов не смог с ними совладать. Хотя факт про кошек, который я только что привела, неправда. При помощи кошек я попыталась показать вам, как те же самые механизмы, благодаря которым мы можем запоминать уйму всего и связывать друг с другом самые, казалось бы, разрозненные куски информации, объединяя их в единые концепции, так вот, это пример того, как эти же самые механизмы могут сыграть с нами дурную шутку, когда речь идет о точном воспроизведении каких-то воспоминаний и о точном запоминании чего бы то ни было. Каждый раз, когда вы вспоминаете о чем-то, вы активируете те самые нейронные дорожки, связанные с этим воспоминанием. И не одну, а много сразу, как мы уже говорили. И от того, как вы это делаете, как часто, в каких условиях, под воздействием какого триггера, эти воспоминания видоизменяются. Иными словами, каждый раз, когда вы вспоминаете что-то, вы перезаписываете это воспоминание. Того воспоминания, которое было у вас до последнего эпизода вспоминания, больше нет. Его место занимает новое, которое может быть очень похоже на старое, а может и очень существенно отличаться. Воспоминания могут изменяться под влиянием событий, происходящих в момент вспоминания, как в примере с Павловым и кошками. Но могут и под влиянием того, как поменялось ваше отношение к событиям прошлого, когда происходило то, о чем вы вспоминаете. И, соответственно, эмоциональная окраска ваших воспоминаний может радикально измениться. Это мы обсудим чуть позже. А сейчас я хочу рассказать еще об одном эксперименте, в котором весьма наглядно продемонстрирован эффект еще одного фактора, который может сильно влиять на то, что в итоге мы будем считать нашими воспоминаниями. Этот фактор – слова, которые мы используем, чтобы вызвать воспоминания из памяти. Эксперимент, который показывает силу воздействия слов, провела все та же Лофтус в соавторстве с еще одним американским психологом Джоном Палмером. В работе добровольцам предлагалось посмотреть запись автомобильной аварии, в которой сталкивались две машины. Затем участников просили оценить, с какой примерно скоростью двигались машины перед тем, как произошла авария. Но для разных групп добровольцев вопросы звучали по-разному. Одну группу спрашивали, как быстро двигались автомобили, когда они вмазались друг в друга. Смешт по-английски – это мой вольный перевод. Другую группу спрашивали, как быстро машины ехали перед тем, как столкнулись. Третью – какова была скорость машин, прежде чем они проконтактировали друг с другом. На русском это звучит немного странновато, но в английском существуют глаголы, описывающие все эти градации. И все эти глаголы можно поставить в одинаковый по форме вопрос так, чтобы он не звучал неестественно. И в зависимости от того, какое слово ученые использовали для обозначения столкновения, сильное – вмазались, нейтральное – столкнулись, или совсем слабое – проконтактировали, участники оценили скорость движения машин по-разному. При том, что они, разумеется, смотрели одно и то же видео. Во второй серии экспериментов участникам снова показывали видеоаварии и снова задавали вопросы в разной форме о скорости машин. Через неделю ученые повторно связались с участниками и попросили их ответить на ряд вопросов о видео, и в том числе вспомнить, заметили ли они на нем осколки стекла. И оказалось, что добровольцы, которых спрашивали о скорости вмазавшихся друг в друга машин, в два раза чаще сообщали, что да, осколки на видео они видели. Эксперимент Лофтус и Палмера иллюстрирует, как процесс извлечения воспоминаний из памяти может изменять их. Но и само запоминание тоже влияет на то, что мы будем потом помнить. Все по той же причине. Память – не фотоаппарат, который абсолютно объективно и беспристрастно фиксирует все, что попадает в объектив. Для того, чтобы запомнить что-то, мы должны обратить на это что-то внимание. Если же мы были отвлечены или сфокусированы на чем-то другом, то никаких воспоминаний о событии не останется, даже если это было что-то яркое и необычное. Наверняка вы все знаете классические эксперименты, которые показывают, насколько избирательным может быть наше внимание, и что при правильном подходе мы можем не заметить практически буквально слона в комнате. Но не грех будет еще раз напомнить. Самый знаменитый из таких экспериментов – это, конечно, эксперимент по подсчету передач мяча между игроками в белых и черных футболках. Сейчас вы видите на экране ссылку на видео из эксперимента. Она же есть в описании к этому ролику. И если вы ничего о нем раньше не слышали, я настоятельно рекомендую вам поставить паузу и посмотреть это видео. Оно совсем короткое. В процессе просмотра вам нужно будет посчитать, сколько пассов отдадут игроки в белых футболках. Когда закончите, возвращайтесь сюда. Итак, если вы подсчитали пассы, ну или знаете про этот эксперимент, продолжим. Его придумали ученые из Гарвардского университета. И хотя задача подсчитать пассы не очень сложная, она требует пристального внимания за тем, кто и кому перекидывает мяч. И если вы подходите к ней ответственно, то ваше внимание полностью сосредоточено на мяче. Настолько, что вы можете не заметить, что в какой-то момент в кадре появляется человек в костюме гориллы, который не спеша проходит из правой части кадра в левую. Не знаю, заметили ли вы его или нет, но половина добровольцев из оригинального эксперимента не заметила. Более того, они не поверили ученым, когда те сообщили им о горилле. Они были абсолютно уверены, что не могли пропустить такое необычное явление на полутораминутном видео. Выражение «врет, как очевидец» заиграло после этого эксперимента новыми красками. Помимо того, на чем мы фокусируемся, на наши воспоминания о чем-то влияют события, которые произошли незадолго до или вскоре после произошедшего. Близкие по времени события часто сливаются вместе. И вот мы уже уверены, что видели черного ворона, который трижды мрачно прокаркал, очевидно, дурной знак, в тот же день, когда получили известие о смерти любимого дедушки. Хотя в действительности мы встретили птицу за два дня до этого. Но меняться могут не только фактические подробности. При последующем воспроизведении может меняться восприятие одного и того же события. Например, в момент, когда вы переживали нечто неприятное, вам было неприятно, но к каким-то долгосрочным последствиям для вашей психики это событие не привело. Но теперь представьте, что по прошествии лет общественное отношение к подобного рода вещам изменилось, и теперь люди, сталкивающиеся с ними, обозначают их как неприемлемые, чудовищные и даже травматизирующие. Казалось бы, изменение общественного восприятия чего-либо никак не должно отражаться на том, как это событие повлияло на вас в прошлом. Но это не так. Точнее, сегодня вы будете воспринимать это не так. Наш мозг работает ассоциациями. И если, например, благодаря изменению общественного дискурса, какое-то событие или действие теперь прочно ассоциируется с неприемлемым, то когда вы теперь будете вспоминать о том конкретном событии, которое произошло с вами тогда, влияние этой новой ассоциации проявится и на том, что вы будете воспроизводить в мозгу. А значит, при каждом воспроизведении этого воспоминания оно будет перезаписываться уже с немного другой эмоциональной окраской. А может быть, и заметно другой. При этом нам самим неосознанно кажется, что уж наше-то воспоминание о том, что мы чувствовали в прошлом, точно настоящее. Но, как мы видели в эксперименте Lost in a Mall, это неверное представление. И ложные эмоциональные воспоминания можно создать точно так же, как и ложные фактические. Как вы помните, по итогам беседы с учеными, добровольцы обзавелись фальшивым воспоминанием о том, как они потерялись в торговом центре. И в том числе добровольцы, благодаря настойчивым расспросам, вспомнили, как были напуганы и растеряны оказаться одним в незнакомом месте посреди толпы незнакомых людей, спешащих по своим делам и не обращающих на перепуганного ребенка никакого внимания. Более того, эксперименты показывают, что, манипулируя воспоминаниями, можно изменять не только фактологию или эмоциональное восприятие прошлых событий, но даже вкусы людей. Например, в одной из работ все та же Лофтус и ее коллеги, используя аналогичную схему, что и в эксперименте Lost in a Mall, рассказывали испытуемым о том, что в детстве те очень любили спаржу, и что когда они в первый раз попробовали блюда из спаржи, оно им очень понравилось. Иначе говоря, они имплантировали добровольцам ложные воспоминания, и это повлияло на их предпочтение в настоящем. Участники, поверившие, что в детстве спаржа казалась им очень вкусной, стали чаще покупать ее, заказывать в ресторанах и были готовы больше платить за спаржу в магазине. И это далеко не все эксперименты, демонстрирующие, насколько ненадежным инструментом точного воспроизведения прошедших событий является память. Как мы уже говорили, это побочный эффект невероятной гибкости нашего мозга. Мы такие умные и так хорошо умеем запоминать гигантские объемы информации как раз благодаря тому, что наш мозг хранит ее не как мертвые камни, ну или фотографии. Он умеет связывать одни факты с другими, использует аналогии и категоризацию, дополняет пробелы, основываясь на прошлом опыте. Благодаря такому гибкому подходу к работе с информацией мы способны на чудеса умозаключений. Но у всего есть цена. И цена такой гибкости и изощренности – легкость формирования ложных воспоминаний. И тут самое время вернуться к вопросу, которым мы задавались в самом начале. Как так вышло, что память – важнейший инструмент, который мы используем буквально каждую минуту, настолько ненадежна? Ответ на него таков. То, что мы считаем надежной памятью и чего добиваемся, например, от компьютеров, вовсе не то, что нужно эволюции. Для нашего успеха как вида было важно не само по себе запоминание голых фактов, а именно их интерпретация и использование, а также встраивание в картину мира. Потому что именно картина мира является тем основополагающим базисом, который позволяет нам успешно функционировать, делать прогнозы и предсказания, строить и проверять гипотезы как относительно устройства мира, так и относительно поведения других людей. Но, как мы видим, в сложном современном мире такой способ построения картины мира оказывается несовершенен и имеет множество побочных эффектов. Сейчас мы поговорим о том, как же сохранять максимально объективный взгляд на происходящее и на себя, несмотря на все эти выверты работы памяти. Но прежде, чем мы перейдем к этому, хочу традиционно призвать вас поставить лайк этому видео, если, конечно, оно вам понравилось, написать в комментариях, о чем еще вы хотели бы услышать, становиться спонсором моего канала на Ютубе или на платформах Бусти или Патреон. В нынешние сложные времена ваша финансовая поддержка очень важна для меня. Итак, если вы все же хотите сохранять максимально объективный взгляд на происходящее и на самих себя, особенно важно не полагаться на наши воспоминания, а обеспечивать реальную фиксацию всего происходящего и вашего отношения к нему. Иначе можно придумать себе несчастное детство, множество травмирующих эпизодов в юности, неудачный брак, ужасный отпуск и беспросветные будни, а также политические и этические взгляды, которых у вас никогда не было, и бог знает, что еще. С другой стороны, зная, как работает ваша память, вы можете намеренно манипулировать воспоминаниями, целенаправленно, раз за разом, мысленно воспроизводя, ну, например, счастливые моменты. Фотографии этих моментов на стене или в телефоне могут вполне послужить этой цели. Такой трюк поможет вам создать ощущение, что у вас было множество счастливых моментов в прошлом, а это, в свою очередь, поможет вам укрепиться в мысли и в ощущении, что у вас в целом счастливая жизнь. Собственно, одна из методик психотерапии работает именно по этому принципу, когда врач раз за разом вспоминает с пациентом какой-то тяжелый эпизод, но каждый раз при помощи вопросов и общего хода беседы немного видоизменяет эмоциональное отношение пациента к этому эпизоду, постепенно делая это воспоминание менее травматичным. Но с манипуляциями воспоминаниями, впрочем, как и с любыми другими манипуляциями, скрывающими от вас объективную реальность, важно быть осторожным. Любое снофото вашего счастливого отпуска и раз за разом воспроизводя в голове ощущение блаженства и умиротворения, которые сопровождали вас в нем, можно не заметить серьезных проблем, угрожающих вашему браку в настоящем. Точно так же, как и намеренно направляя фокус только на хорошие моменты, которые случились с вами за прошедший день или месяц, как часто советуют, например, приверженцы позитивной психологии. Делая так постоянно, можно настолько разойтись с реальностью, что когда вы все-таки столкнетесь с ней, что неизбежно произойдет, шок от возникшего контраста может нанести вашему благополучию, психике и здоровью непоправимый урон. То есть манипуляции с воспоминаниями ничем не отличаются от любого другого эффективного инструмента. Его можно использовать как на пользу, так и во вред. Не буду тут приводить всем надоевшую аналогию с ножом, которым можно нарезать хлеб, а можно и заколоть булочника. Но важно понимать, как именно мозг формирует, хранит и воспроизводит воспоминания. Для того, чтобы, во-первых, не обманываться и строить свою картину мира на максимально объективных данных, а во-вторых, понимать собственные пределы и ограничения в плане возможности иметь эту самую объективную картину мира. Наша картина мира всегда, всегда не объективна, а значит, по определению не может являться абсолютно истиной, как и картины мира других людей. Возможно, это понимание поможет вам спокойнее воспринимать ситуации, когда кто-то предъявляет вам свою картину мира, которая ортогональна вашей, хотя вроде как основана на тех же самых событиях. Как вы теперь знаете, одни и те же события могут быть для вас абсолютно разными, потому что за годы жизни ваш мозг и мозг вашего оппонента капитально изменил их внутреннюю репрезентацию и окрасил совершенно разными эмоциональными красками. Более того, это может быть так даже тогда, когда часть этих событий вы переживали вместе и в тот момент воспринимали их одинаково. А некоторых событий, которые могли повлиять на то, как вы или ваш оппонент сформировались как личности, могло и вовсе не происходить. Все это может расстраивать не меньше, чем открытие героя вспомнить все о том, что воспоминания его жизни внедрены злокозненной организацией. Но понимание, как именно устроен наш мозговой компьютер, позволяет легче пережить этот шок и научиться жить так, чтобы затейливое, скажем так, устройство нашего мозгового компьютера не мешало нам принимать разумные решения. На этом все. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok